Приветствую вас, друзья! С новым вас в 2021-м, в котором, кроме всего прочего, будут присутствовать и карты. А карты, скажу я вам, вещь опасная. Знаете, каким жизненным трагедием они могут привести тех, кто злоупотребил их благосклонностью? Богатство, разорение, убийство, сумасшествие и мистические проклятия. Все это карты. Да, не шахматы, не футбол, не бильярд и не бег трусцой, а именно, господа, карты. Обо всем этом прямо сейчас в магии игры от проекта Slots City Show. Для понимания всей глубины возможных трагедий просто необходимо вспомнить о пиковой даме. Того самого Александра Сергеевича Пушкина. Только не нужно сейчас отбегать в ужасе от экрана. Нет, только не это. Мне хватило этого занудства еще в школе. Только недавно мне перестала сниться училка литературы. С гнездом кичьим на голове и красным маникюром вампирским на руках. Но, друзья, задумайтесь, насколько проблема неуправляемого азарта была актуальной во времена Александра Сергеевича, если еще в далеком 1833 году он удивил всю старушку Европу своим произведением про чувака, который в маниакальном желании срывать большой куш в карточной игре довел себя до дурки. Молодой немецкий инженер, немец Герман, проживающий в Санкт-Петербурге, пытаясь выведать у престарелой графини секрет трех выигрышных карт, доводит ее до инфаркта. Она умирает. Позднее призрак бабули является бюргеру и сообщает про выигрышную комбинацию. Тройка, семерка, туз. Наивный Герман, прихватив с собой все свои кромно заработанные 47 тысяч рублей, несется в ближайшее казино и проигрывает их в чистую местному шулеру. В результате дурка, где он до последних своих дней пребывает в странном таком беспомощном состоянии, беспрестанно бормоча себе под нос лишь одну фразу. Тройка, семерка, туз. Тройка, семерка, туз. Айда Пушкин. Айда сукин сын. Вы говорите в занудство. Практически каждый из нас когда-то попадался на удочку к матерым мошенникам. Никогда не забуду, как в начале нулевых прикупил такой радостный, по очень смешной цене, смуглянки на Крещатике, наручные часы известного на весь мир швейцарского бренда. Каким же было мое разочарование, когда буквально на следующий день я увидел толпы таких смуглянок вдоль основных киевских автомагистралей. А все они как одна держали в руках такие же швейцарские хронометры, но уже пучками и гроздьями, пытаясь их сучить озадаченным водителям по цене вдвое меньшей, чем мне вчера. Откровенность за откровенность. Напиши мне в комментариях, как и на что кидали конкретно тебя. И не забудь нажать на колокольчик. В этот раз предлагаю вспомнить про самых известных карточных шулеров Союза Советских Социалистических Республик, которые ни одного Германа довели до ручки. Как распознать современные крапленые карты и не стать жертвой людей талантливых и одновременно неотягощенных лишними сантиментами по поводу очередной облапошенной жертвы. Итак, даже по современным меркам карточные шулеры в эпоху СССР зарабатывали огромные деньги. Они гастролировали по всей стране в поисках очередной добычи. В 1989 году вышел даже фильм «Катало» известного режиссера Бодрова-старшего, в котором впервые более-менее правдоподобно была показана хоть яркая, но опасная жизнь карточного шулера. Многие шулеры, как и герой картины, становились жертвами бандитских разборок. Правда, были и те, кому удалось завязать и начать новую жизнь. И причем ею они живут по сегодняшний день. Представьте себе, Берлин, 1 мая 1945 года. Город лежит в чадящих черным дымом руинах. В этот не очень погожий день несколько красноармейцев получает задание водрузить красное знамя победы над поверженным Ристагом. Звали этих героев Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Их судьба в дальнейшем сложилась по-разному. Но вот через 25 лет, то есть в 1970 году, герою Советского Союза, Мелитону Кантарии пришлось присутствовать на суде, где рассматривалось дело его племянника Ашота Кантария. Он тогда тоже прославился на всю страну, только в другом, скажем так, направлении. Племяш героя стал фигурантом одного из самых громких судебных процессов в СССР в 1970 году. Ашот Кантария являлся не просто шулером. Он возглавлял организованную преступную группу карточных мошенников. Работали они по отлаженной схеме. Один из членов банды отыскивал подходящую жертву и предлагал ей потратить деньги на какие-то дефицитные в то время товары. А дефицит тогда был на все. После чего, как бы и не значае, следовало предложение сыграть в картишки. Клиент чаще всего соглашался. На первых порах ему даже позволяли несколько раз выиграть. Но затем начиналась взрослая игра. И для жертвы она заканчивалась плачевно. Она лишалась всего. В итоге самый гуманный в мире советский суд впаял преступникам и самому Ашоту громадные сроки до 15 лет лишения свободы. А милиционеры вплотную занялись изучением нового явления в криминальной жизни СССР. Какой же карточный шулер без крапленых карт? Большинство из тех, кто любит перекинуться в покер или даже просто дурака, никогда и не видели в жизни этого так называемого крапа. Позвольте, господа, по-новое ознакомить вас с несколькими примерами современных крапленых игральных карт, изготовленных уже не кустарным, а промышленным способом. Перед вами одна из самых дешевых на сегодня колод крапленых карт китайского производства, с которыми вы можете творить просто чудеса. Обратите внимание на правый верхний угол орнамента рубашки. У нас три лепестка, тоненький и один почему-то утолщенный. Он отвечает за масть. Вот этот лепесток показывает пику, вот этот крести, верхний чирву и левый нижний угол, это бубновая масть. Дальше смотрим вот сюда. Каждый из этих лепестков нам показывает номинал. Туз, двойка, тройка, четверка, пятерка, вот шестерка. Вы видите, что на шестерке лепесток утолщенный. Дальше идут семерка, восьмерка, девятка, десятка, валет, дама, король. Точно так же это работает на любой другой карте подобной колоды. Предупрежден, значит вооружен. Среди советских шулеров, или как их еще называли, катал, было много по-настоящему оригинальных личностей. Татьяну Верменич называли рыжеволосой бестией. С ее мастерством считались даже мужчины-игроки. Верменич брала умение психологически обрабатывать свою жертву и хорошей памятью. В ее арсенале были специальные методы по вычислению карточного положения соперника. Например, там случайно опрокинутый стакан, зевота, смена пепельницы и так далее. Верменич получила известность после случая, произошедшего в 1979 году. Они с подставным мужем каталой в купе одного из поездов раздели состоятельного советского инженера. Он в итоге сообразил, что его облапошили и отказался отдавать деньги. Достал нож. Криминальная пара отобрала это перо и всадила его в грудь строптивому проигравшему. О дальнейшей судьбе Верменич мало что известно. Бытует версия, что ее взял под свое крыло какой-то московский миллионер. Естественно, для своих махинаций Верменич использовала и крапленые карты, которые тогда изготавливались каталами собственными руками с помощью нехитрых инструментов. Например, простой иголкой для шитья наносились практически невидимые отверстия в определенных местах на картах. Опытные шулеры могли, не глядя, благодаря лишь своим сверхчувствительным пальцам, безошибочно определять масть любой карты. Сегодня на помощь современным каталам пришел научно-технический профес. Вашему вниманию представляю еще один пример крапленых карт, уже made in USA. Симпатичный дизайн, приятный на ощупь. Карты тоненькие, верятся и тасуются они прекрасно. Обратите внимание на рубашку, где на углах есть система маркировки, то есть крапления. Вот в узоре некоторые миниатюрные фрагменты закрашены белой краской. Глядя на эти точки, вы можете с легкостью определить, какая именно эта карта. Будьте бдительны и помните, мы за чистую игру. Были среди карточных джентльменов удачи и те, кто смог вовремя остановиться. Знакомьтесь, Анатолий Барбакару. Еще в советские времена играл в театре, исполнял шансон, а в трудные годы освоил новый вид искусства – карточные аферы. За свою карьеру катал и разыграл на деньги сотни людей. Работал преимущественно в Одессе, но при этом гастролировал и по всему Советскому Союзу. Особенно любил многолюдные пляжи и поезда дальнего следования. Находился даже во всесоюзном розыске и отсидел в тюрьме. В свое время изменил внешность, обратившись к пластическим хирургам, но в один момент таки решил качественно изменить свою жизнь. Сегодня он писатель, сценарист, киноактер и популярный телеведущий. Мудрые люди утверждают, что настоящая свобода человека определяется его способностью к самоограничению. То есть во всем надо знать меру. И какой мерой меряете, такой и вам отмерено будет. Да пребудет с нами факт. Подписывайся на канал, если хочешь быть в курсе самых свежих новостей из мира азартных игр.